Всем привет! С вами Мисс Райт и сегодня мы здесь для того, чтобы посмотреть на фильмографию Ли До Хёна. Актера, который запал мое сердечко прочно и занял одно из самых топовых мест. Итак, настоящее имя знаменитости Лим Дон Хён. Он родился 11 апреля 1995 года в Сеуле, но вырос в крупнейшем промышленном городе Южной Кореи Уль Саня. У актера есть младший брат Им Дон Хёк, страдающий умственной отсталостью. Его инвалидность стала для Ли До Хёна самым большим потрясением детства, поэтому он с раннего возраста ощущал ответственность за самого близкого человека, которого нередко защищал от нападок сверстников. Ситуация в семье была непростой. Родителям приходилось много работать, чтобы прокормить детей. Однако денег все равно не хватало, поэтому приходилось влезать в долги, которые росли как снежный ком. Несмотря на лишение материальной проблемы, отношения между родителями и детьми были самыми теплыми. А До Хён поставил себе цель зарабатывать достаточно денег, чтобы его матери больше никогда не приходилось разносить газеты. Добившись успеха в киноиндустрии, артист первым делом выплатил все долги своих близких. Однако в детстве об актерской карьере До Хён не думал, поскольку играл в баскетбол и даже планировал связать с ним свою биографию. Однако отец, на своем примере знавший, насколько тяжел хлеб спортсмена, выступал категорически против того, чтобы сын повторил его судьбу. Поэтому новым увлечением молодого человека стало актерское мастерство, однако о поступлении в театральный вуз он мог даже не мечтать. Такова была воля отца, который считал эти занятия пустым делом. Вопреки его мнению, До Хён все же поступил в актерскую школу, где ему пришлось учиться тайком. А через некоторое время парень пригласил родителей на премьерный спектакль. «Я пригласил свою маму, которая все об этом знала и ничего не знающего папу. По дороге в театр висела афиша с моим лицом. Отец был потрясен. Только увидев меня на сцене, он наконец разрешил мне поступить в театральный университет», – вспоминал актер. Высшее образование Ли До Хён получил в университете Чун Ан и учился на факультете театра и кино. Дебютировал в 2017 году в криминальной комедийной дораме «Мудрая жизнь в тюрьме», в которой он изобразил юную версию персонажа Чун Хён Хо. Говорят, что жизнь полна сожалений и в полной мере их можно осознать только спустя время. Ироническая дорама расскажет историю одного популярного бейсболиста, который ради спасения достоинства семьи идет на преступление и совершает убийство. Ким Чжи Хёк – известный бейсболист и любовь всей нации. В одну ночь его жизнь меняется. В результате попытки изнасилования его сестры каким-то извращенцем, мужчина не в силах обладеть гневом наносит преступнику тяжкие увечья, превышающие допустимую защиту. Дорама «Тюремная мудрость» расскажет, как герой оказывается в тюрьме, где встречает своих новых соседей, у которых есть своя печальная история. Разные судьбы, но один финал. В камере вместе с героем находятся шесть человек, которые периодически меняются. Спустя месяц предварительного заключения Ким Чжи Хёк подает апелляцию, но ее отклоняют из-за смерти потерпевшего. И теперь спортсмен должен отсидеть год в колонии, куда его переводят. Это становится шоком для всей страны. Дорама сосредоточена на времени пребывания Ким Чжи Хёка в тюрьме, а также других заключенных и происходящих событиях. Здесь герой встречает друга детства и товарища по бейсболу Ри Чжу Нахо, бросившего спорт после автомобильной аварии. Теперь он работает с зеленым охранником и специально переводит в его отделение, чтобы присматривать и защищать мужчину от бандитов, которые хотят ему навредить. В качестве маскировки он притворяется самым большим поклонником Ким Чжи Хёка. В нелегкой борьбе среди заключенных сыграет важную роль жестокий тюремный надзиратель лейтенант Пан Цэ Юн. Он не такой плохой, каким кажется на первый взгляд, и его острый глаз может определить, когда осужденные притворяются, а когда им нужна помощь. На самом деле он заботится о подопечных. Среди закамерников, которые разделяют с героем одну комнату, наркоман из богатой семьи Юхань, член банды Ким Мин Чул, совершивший убийство, инженер Кейст, приговоренный из-за азартных игр, менеджер доктора Го, присвоивший 10 миллиардов бон, барышка Лин Чжи Хёк и сменивший его капитан Ю Чжан Ву, обвиняемый в жестоком обращении со служивцем, повлекшем его смерть. Вот таким дружным составом герои будут отбывать свое наказание. Им предстоит столкнуться с проблемами, постоянно возникающими вокруг Ким Чжи Хёка. Попытка убийства, подставы, угрозы, борьба за власть, из-за его травмы, из-за которой он решает покинуть бейсбол. Даже начальник тюрьмы мечтает о том, чтобы он продолжил тренировки и готов ему в этом помочь. Но Ким Чжи Хёку прямо и упертый. Тут ему на помощь приходит его друг Ли Чжун Хо. Сможет ли он переубедить человека, который ни на что не способен в этой жизни, кроме как быть спортсменом? Между тем, бывшая девушка главного героя Ким Чжи Хо, знающая его лучше всех, имеющая ответ на любую загадку о возлюбленном, помогает придумать план реабилитации. Удивительно, но тюрьма помогает Ким Чжи Хёку осознать, что он не может быть без Ким Чжи Хо. Но примет ли она назад того, кто забыл про ее день рождения и жил только ради карьеры? Далее, в 2018 году последовали небольшие роли в сериалах «Уборка со страстью». Это комедийная история о том, как психическое заболевание способно повлиять на жизнь человека. Главный герой убежден, что если что-то происходит один раз, это ошибка, но второй уже выбор. Дэнон рассказывает о богатом наследнике Чан Сун Гёле, страдающем от серьезной мизофобии. Это страх загрязнения пыли и микробов на поверхности. Он одержим уборкой и создал собственную клининговую компанию. Однако Чан Сун Гёль встречает безработную и неопрятную девушку по имени Гирю Соль, которая на мусорной повозке с маской на голове врезается в его дорогущую машину. Толпа, столпившаяся посмотреть на происходящее, снимает видеоролик, который становится вирусным и делает Гирю Соль известной. Но такая слава девушке не нужна. Безработная и неопрятная героиня проваливает очередное собеседование, и как теперь ей оплатить выставленный счет за случившуюся ранее аварию? Расстроенная Гирю Соль по дороге домой находит на помойке новый роботизированный пылесос и забирает его к себе. Младший брат героини Гирю Доль видит объявление о вознаграждении для того, кто вернет пылесос по имени Гэм Джа. Гирю Доль сразу пишет Чан Сун Гёль и договаривается о встрече. В это же время О Соль и Сун Гёль обсуждают сумму выплаты на ремонт автомобиля. Также девушка узнает, что найденный пылесос вовсе не мусор, и ее брат собирается продать его. Вернувшись домой, главная героиня преподает уроку, Доль забирает пылесос и кладет в пакет. Тем же вечером Гирю Соль идет на встречу выпускников, где видит своего Сан Бэ Дон Джина, которого уже несколько лет влюблена. Он просит девушку помочь ему и приглашает на съемки передачи. Как оказалось, Дон Джин использовал ее, и к тому же состоит в отношениях с коллегой. Позднее Гирю Соль возвращает Чан Сун Гёль и его Гэм Джу, но нечаянно в пакет попадает подарок, предназначенный для Дон Джина. Открыв коробку, Чан Сун Гёль находит не смешные трусишки-слонники, которые изначально предназначались Одолю, но из-за путаницы оказались у Чан Сун Гёля. О Соль после многочисленных подработок, наконец, проходит вступительное испытание в компанию по уборке. Отец О Соль всю свою жизнь убирал за другими людьми и не желает такой судьбы для дочери, поэтому она вынуждена скрывать, кем работает на самом деле. О Соль перестала быть опрятной после того, как столкнулась с суровой реальностью мира, известной тем, что всегда носит свой фирменный спортивный костюм. Несмотря на то, что девушка очень яркая личность и не против запачкаться, ей не везет. Компания, в которой она устроилась, принадлежит Чан Сун Гёлю, размеренностью которого меняется и превращается в ежедневный стресс после ее появления. Девушка заставляет Сун Гёлю столкнуться со своей мизофобией. В это же время в пристройку на крыше дома семьи Гиль застеляется новый жилец по имени Чо Ган, который выглядит как безработный, но на самом деле известный психолог, а его клиентом является Чан Сун Гёль. Постепенно между главными героями образуется любовный треугольник. И 30 на 17. Именно тогда на экране появился образ трогательного и романтичного героя с очаровательной улыбкой. Симпатичная и милая корейская девушка по имени Уссури всего 17. Она подающая надежды скрипачка, которой прочат грандиозное будущее. С самого детства девушка обучается игре на инструменте и считается одной из самых талантливых молодых скрипачек Южной Кореи. К сожалению, всем надеждам и мечтам Уссури так и не суждено сбыться. Девушка попадает в аварию и 13 лет остается в коме. Родители девушки уже оставили всякую надежду на то, что их доченька сможет выкарабкаться, однако случается чудо. В день своего 30-летия Уссури внезапно приходит в себя. И хотя мир вокруг нее изменился, в душе девушка остается по-прежнему 17-летним подростком. Однажды главная героиня встречает привлекательного 30-летнего мужчину Кону Джина, который 13 лет назад перенес тяжелую психологическую травму. Из-за этого Кон застрял в эмоциональном уровне 37-летнего парня. Между молодыми людьми сразу же вспыхивает симпатия, которая грозит перерасти в нечто большее. Интересная драма с хорошим сценарием и симпатичными актерами, которые блестяще вжились в свои роли. Вас ждет восхитительная история любви двух людей, каждый из которых в прошлом пережил свою личную трагедию. Однако, настоящая популярность пришла к клипу с исполнения роли в дараме Отель Дель Луна. Он перевоплотился в капитана Готч Вамиона, бывшего возлюбленного главной героини. Характерный персонаж очень понравился зрителям и критикам. Первое признание таланта стало для Духиона главной наградой, потому что ему пришлось научиться говорить на устаревшем корейском языке. Сама драма о том, как неожиданный случай приводит к тому, что главный герой Ко Чан Сон начинает работать управляющим в тестерном отеле Отель Дель Луна, где по коридорам бродят призраки. Владеет отелем Джан Ман Воль, она красива, но довольно холодна с людьми. Кроме того, из-за ошибки прошлого она уже тысячу лет находится под проклятием. В 2019 году Духион снялся в фильме «Скаутский отчет». Это история встречи бывшего бейсболиста Кё Ну и многообещающей школьной звезды бейсбола Джавона. И в дараме великое шоу. Ви Дэ Хан бывший член национального собрания. В возрасте 32 лет Ви Дэ Хан вошел в 19-е национальное собрание в качестве представителя молодежи. Он проиграл на 20-х всеобщих выборах и с тех пор вел неудачную политическую карьеру. В то время как у него есть все качества звездного политика, такие как сообразительность, красноречие и красивая внешность, его вспыльчивость всегда подводит его в самые решающие моменты. Однажды к нему приходит 18-летняя девочка Дэ Джон с новостью, что он ее настоящий отец. Ее мать вырастила четверых детей, включая Дэ Джон, одна, но она погибла в результате несчастного случая. И сейчас Дэ Джон единственная, кто заботится о младших. Ви Дэ Хан принимает девушку и ее родных. Сюжет Дэ Рамы будет вращаться вокруг Ви Дэ Хана и его трех других проблемных братьев и сестер. В 2020 году он получил одну из главных ролей в обожаемой мной Дэ Раме «Снова 18». После почти 20 лет совместной жизни, герои находятся на стадии развода. Накануне судебного заседания происходит нечто необъяснимое. Мужчина возвращает свою молодость и получает второй шанс. Сумеет ли он воспользоваться им витриальность, это сериал с открытым концом. Дэ Рамы расскажут историю Чонда Джон и Хонда Йона, родителей 18-летних близнецов. Внешне их жизнь кажется идеальной, но на самом деле это не так. Чонда Джон сетапа горло выходками мужа и находится на пределе. Пока герой пытается решить накопившиеся проблемы, Чонда Джон старательно осваивает новую профессию диктора и понимает, что без мужа ей будет куда лучше, поэтому подает на развод. Потрясен до решения жены бросить его и совершенно разочаровавшийся в себе, Хонда Йона глядывается на прошлое и понимает, что моментов, в которых что-то пошло не так, слишком много. Когда-то Хонда Йон был перспективным игроком баскетбольной команды с блестящим будущим, но ради беременной девушки отказался от карьеры и превратился в обычного человека. Его настоящее напоминает гонку на выживание, где ежедневные тяготы затягивают все больше и больше, и кажется, что выхода уже нет. Последняя надежда Хонда Йона на повышение оборачивается увольнением, и он обнаруживает, что сожалеет абсолютно обо всем в своей жизни. В тот момент, когда эти мысли проникают в его сознание, происходит чудо. Его тело притепевает трансформацию, и 37-летний Хонда Йон превращается в 18-летнего парня. Хонда Йон меняет свое имя на Коу Йон и записывается в ту же старшую школу в Сири, куда ходят его дети. Выдумать для него алиби и сочинить правдоподобную историю помогает лучший друг Кодок Джин, владеющий игровой компанией. Взглянув на жизнь с совершенно другой точки зрения, Хоу Йон осознает, что хоть он и мужчина среднего возраста, потерявший возможность общаться с детьми, ему все еще есть чему поучиться. Так, помолодевший Хонда Йон задумывается о том, получится ли у него осуществить свою давно забытую мечту и стать баскетболистом. Сможет ли он, наконец, обрести душевный покой, исправить ошибки прошлого и найти общий язык с детьми, будучи их ровесником. К счастью, он попадает в класс, где учится его дочь, но там он сталкивается с жестокой реальностью. Между тем, Чонда Джон надеется, что новая работа изменит ее жизнь к лучшему. Однажды она встречает умного и непогадав здравомыслящего парнишку, который привлекает ее внимание внешним сходством с Хонда Йона. Неужели он правда сын Кодок Джина? Попутно выясняется, что учитель физкультуры в школе Сыри – это одноклассник героев, который любит Чонда Джон еще со школьных времен. Возможно ли, что у Хонда Йона появился соперник? Переосмыслив жизнь, мужчина понимает, что тяжело было не только ему, но что он может сделать в теле Коу Йона. Следом, актеру появился в Дараме «Милый дом». Изначально он пробовался на главную роль, но уступил Сон Кану и в конечном счете сыграл Ли Йон Хёка. Психологический трильдер, в котором главный герой переживает тяжелую трату и переезжает в старинный дом в надежде на светлое будущее. Однако здесь ему предстоит столкнуться не только с финансовыми трудностями и житейским отчаянием, но и с вездесущим ужасом, который таится в стенах жилого комплекса «Зеленый дом». И пока неизвестный вирус поражает людей и объявляется полная изоляция, среди жителей старого общежития появляются первые зараженные. Дарам осветит события, которые будут происходить с одиноким школьником по имени Чехен Су, потерявшим всю семью в страшной аварии. Герой – 18-летний социофоб, который привык жить за компьютером, закрывшись в своей комнате и никого к себе не подпуская. Также было это тот день, когда родители и младшая сестра собрались в поездку. Чехен Су отказался выходить из дома и нагрубил маме, которая со всей искренностью заботилась о нем и переживала за психическое здоровье сына, сутками сидевшего в заперти. Дело в том, что старшеклассник систематически подвергается жестокому обращению со стороны сверстников, поэтому чувствует безопасность только тогда, когда находится в одиночестве. Но все меняется после известия о потере близких. Теперь молодому человеку предстоит самостоятельно заботиться о себе и выходить за порог квартиры. Но это лишь начало череды его проблем. Ситуация складывается таким образом, что Чехен Су вынужден переехать в скромный, дешевый и обшарпанный жилой комплекс, где его спокойная жизнь изменится раз и навсегда. Ему достается комната 1410 и странные соседи, от внешнего вида которых его бросают в дрожь. Постепенно Чехен Су начинает замечать, что вокруг него происходят странные и шокирующие события. Но почему именно в этом странном и богом забытом месте? Какой секрет таит в себе зеленый дом и его постояльца? Вскоре герой находит ответы и с ужасом осознает, что жильцы превращаются в монстров, отражающих их внутренние желания. И если он не съедет в ближайшее время, то будет следующим. Вместе с ним противостоять порогам и бороться за жизнь будет таинственный Пьон Санук, жестокая Суикен и смышленный Лин Хёк. Однако чувство тревоги не покидает Чехен Су и в любой момент любой из них может перестать быть человеком и превратиться в чудовище. Сумеют ли они выбраться из загадочного комплекса живыми или молодые люди станут новыми жертвами заражения необычным вирусом? Тем временем режиссеры разглядели потенциал молодого артиста и он стал чаще получать роли первого плана. В 2021 году вышли сразу три сериала своего участия. Монстр В тихий городок приводят нового руководителя следственного отдела полиции и вскоре улицы провинциального городка потрясает серия жутких убийств. За расследование берутся сразу два детектива, которые вскоре обнаруживают загадочную связь происходящего с событиями 20-летней давности, изменившими судьбу множества людей раз и навсегда. Дорама знакомит с двумя бесстрашными мужчинами, готовыми пойти на все ради поимки серийного убийцы и спокойствия безопасности жителей города. Первый из них – опытный инспектор Лидон Сик, когда-то был авторитетным и амбициозным детективом, занимающим высокую должность. Однако теперь он выполняет рутинную работу в полицейском участке Маньян. Усмирив пылкий нрав, Лидон Сик только начинает привыкать к мирной и однообразной жизни, как вдруг к ним в отдел переводят элитного следователя Хан Джуона, чьим отцом является главный кандидат на пост главы Национального полицейского агентства. Молодой и способный Хан Джуон становится новым начальником отдела. Несмотря на превосходные качества и высокое социальное положение, герой хранит страшную тайну, терзающую его долгие годы и готовую вырваться на свет. Вскоре спокойствие города нарушает череда ужасных убийств, а почерк преступника напоминает серию хладнокровных преступлений многолетней давности. Лидон Сик и Хан Джуон объединяют усилия, чтобы найти и остановить беспощадного психопата, однако по мере продвижения расследования они оказываются в замешательстве. В доказательстве свидетельские показания не сходятся, и чем глубже они копают, тем больше сомневаются в невиновности всех тех, кто причастен к данному делу, включая их собственную. Чем же обернется дело о серийных убийствах в округе Маньян и кто окажется настоящим преступником? Смогут ли стражи порядком найти правду среди лжи и поверить в то, во что никто не верит? И найдут ли они монстра, скрывающегося под ликом обычного человека? Майская юность Необычная историческая дорама по мотивам реальных событий наглядно показывает, как окружение и стечение обстоятельств способны повлиять на молодых людей и изменить их жизни. Волею судьбы четырем героям суждено объединиться и превратиться из беспечных подростков в настоящих лидеров, способных вести за собой массы. Хван Хите – бунтарь по натуре, который не любит предсказуемость и рутину. Всю свою жизнь он борется со стереотипами и предрассудками. Благодаря стараниям и прилежному обучению, парень с отличием окончил школу и поступил в престижный медицинский университет. Ему также нравится играть на гитаре и посещать музыкальные кафе, однако всему приходит конец, когда начинается восстание в Кванжу. Событие мая 1980 года становится самым суровым испытанием в его жизни. Ким Мюнхи – медсестра, некогда сбежавшая из дома. Она не из тех декотеров, которые будут держать пациента за руку во время болезненных процедур и шептать слова утешения, но зато девушка прекрасно разбирается в своем деле. В работе Мюнхи больше похожа на искусного бойца, чем на ангела в белом халате. Ли Сурен является лучшей подругой Мюнхи. Она всегда поддерживает героиню. Девушка взяла на себя ответственность бороться за справедливость в социальных вопросах. А ее старшим братом является Ли Сучан. Парень помогает отцу в развитии семейного бизнеса. Он только вернулся в страну после окончания учебы во Франции. Но что в силах изменить несколько молодых людей? И как это повлияет на историю Южной Кореи? И меланхолия. Грань между насильственным преступлением и высокими чувствами крайне тонка, когда речь идет о табуированных отношениях между взрослыми и несовершеннолетними. Особенно в том случае, когда один из них имеет привигированную роль, а второй находится в состоянии подчинения. Джи Юн Су – молодая учительница математики в частной средней школе в Южной Корее. Девушка горит профессией, видит в каждом ученике личность и старается вложить в юные головы все, что может помочь им в будущей взрослой жизни. Кроме того, Юн Су искренне любит свой предмет и пытается, кроме знаний, передать ученикам и эту любовь. Одним из учеников Юн Су является проблемный подросток Пэк Сэн Ю. Всего несколько лет назад молодой человек был звездой страны и имел статус гения математики. В возрасте 5 лет Вундеркин принимал участие в Олимпиаде международного уровня наравне со студентами вузов. В 10 его приняли в Массачусетский технологический университет. В 12 он внезапно бросил учебу и бесследно исчез. Теперь же Пэк Сэн Ю учится в обычной средней школе и не интересуется ровным счетом ничем. И только Джун Юн Су отказывается игнорировать потенциал Сэн Ю и всячески старается пробудить в нем интерес к жизни и математике. Однако в определенный момент близкое общение учительницы и ученика превращается во взаимное увлечение, а об их отношениях становится известно руководству школы и родителям учеников. В 2022 году фильмография популярного корейского актера пополнилась двумя новыми картинами. В начале года он появился в короткометражной мелодраме «Реинкарнация любви», где его партнершей снова была Гомин Ши. Романтическая дорама с петлей во времени отчего Санте, который пошел на свидание вслепую вместо друга и встретил девушку судьбой Ким Хвани. А в конце года стартовал показ дорамы «Слава», в которой в виду он сыграл главную мужскую роль Джулио Джона. Триллер от Netflix про женщину, которая решает отомстить давним обидчикам, разрушившим ее жизнь во времена обучения в старшей школе. Сериал затрагивает проблемы буллинга, подростковой жестокости, преступного замалчивания и реабилитации жертв насилия. Мунтон Энн всегда была прилежной ученицей и старательно училась в школе, стараясь получать только хорошие оценки. Все для того, чтобы исполнить свою мечту, стать архитектором и постепровить успешную карьеру в этой сфере. Однако ее жизнь начинает рушиться в тот момент, когда одноклассники решают жестоко пошутить над девушкой и делают ее изгоем. Постоянные издевки тяжело сказываются на психологическом состоянии девушки. Дон Энн приходится настолько тяжело, что она не выдерживает и решает бросить школу прямо в разгар учебного года, лишь бы не продолжать жить в этом аду. Однако это решение перечеркивает ее намеченный путь в жизни и заставляет отказаться от мечты. Годы спустя обозленная и разочарованная женщина решает отомстить своим обидчикам, которым в отличие от нее удалось построить успешные карьеры, получить достойные должности и завести семьи. В то время, пока героиня лечилась от тяжелой депрессии и пыталась проработать полученные моральные травмы, чтобы просто жить дальше. После ряда безуспешных попыток реабилитации, главная героиня приходит к выводу, что отпустить всю свою боль ей поможет только одно – нанесение столь же тяжелой обиды тем школьным хулиганам, а также бывшим одноклассникам и учителям, которые молча наблюдали за страданиями Дон Энн и не предпекли попыток защитить ее от жестоких издевательств. Дон Энн тщательно прорабатывает план и узнает все о своих обидчиках. Понимая, что не сможет добраться до взрослых, состоящих с личностью, и причинением страдания она сильной пережитым самой, она решает отыграться на их детях и ради изощренной мести переучивается на репетитора и устраивается работать в качестве учителя для малышеклассников, среди которых есть и дети ее бывших одноклассников. В 2023 году Дон Энн снялся в дараме «Плохая мать». Трогательная и комедийная история о сильной женщине, которой пришлось стать главой семьи ради сына. Мамы всегда желают своему ребенку только самое лучшее, но иногда чрезмерные старания доставляют детям душевные травмы, которые не проходят даже с возрастом. Йон Сун – молодая девушка, которая очень рано вдовела, так еще и осталась одна с маленьким ребенком на руках. Она владеет свинофермой и тяжело работает, стараясь отградить свое чадо от той боли, которую пришлось пережить ей самой. Йон Сун решила сделать все от нее зависящее, чтобы достойно воспитать своего сына. Девушка очень боялась, что ребенок может пойти по стопам отца, поэтому воспитывала его в строгости, чтобы он смог сам многого добиться в этой жизни. Хотя методы иногда выбирала крайне специфические и часто наказывала сына. Кан Хо – молодой мужчина, у которого остались не самые приятные воспоминания о своем детстве. Благодаря своему упорству и строгому воспитанию мамы, которая принесла в итоге свои плоды, Кан Хо получает хорошее образование и становится известным прокурором. Однако вырос он все же холодным и дисциплинированным человеком, которого боятся не только преступники, но и его коллеги. Как только парень покинул родной дом, он постарался минимизировать общение со своей матерью, но судьба сыграла с ним злую шутку. В результате несчастного случая Кан Хо теряет память и впадает в детство, в связи с чем ему приходится вернуться домой к маме и проживать жизнь с самого начала. Теперь им обоим попадает шанс на новое и уже счастливое будущее. Миджу – девушка с добрым сердцем, которая не может пройти мимо несправедливости и всегда старается защитить близких. Она единственный хороший друг Кан Хо и всегда его во всем поддерживала. Однако в жизни девушки тоже настали трудные времена. Она потерпела финансовый кризис, потеряв все свои сбережения. Ей приходится вернуться в родной город, чтобы восстановить свое душевное состояние и придумать план на будущую жизнь. Но когда она встречает лучшего друга, который потерял память и впал в детство, в жизни девушки тоже начинают происходить большие перемены. А также во втором сезоне «Милого дома» система инхёка разваливается. Военные вторгаются в здание, намереваясь убить монстров и всех, кто окажется под подозрением. Группе людей удается скрыться в подземных тоннелях. Теперь им предстоят поиски нового убежища, а Хён Су переживает трансформацию и превращается в нечто сильно отличающееся, как от людей, так и от обычных монстров. И в Дораме ИДЖ скоро умрешь. Порой все мы упускаем самое важное в жизни, ведь каждый человек хочет не просто жить, но и ощущать ценность своей жизни, чувствовать, что его существование, его деятельность, жизненные позиции, преодоление препятствий, устремленность в будущее несут какой-то смысл. В обыденных ситуациях мы редко осознаем, что нам нужна не только жизнь сама по себе, но и ее осмысленность. Естественно, что у всех своя проблема, которая является предпосылкой, причиной обесценивания самого важного – жизни. Именно когда человек перестает получать удовольствие от жизни, у него появляются психологические расстройства. Наркомания, бедность, неизлечимая болезнь, предательство, позор, другие психические потрясения окружают бесцельно живущих людей. А следовательно, единственное средство избавления от боли, пытки, душевной муки или позора – прекращение жизни добровольно, совершение суицида. Все мы должны осознанно подходить к правильному выбору жизненного пути, милосердию к своим ближним, верности своему слову, а самое главное – пониманию бесценности и невосполненности каждой минуты в нашей жизни. Ведь однажды сама смерть накажет за такое лояльное отношение. Чвей Джей – несчастный человек, ибо вся его жизнь полна неудач и гореча. Долгие годы поисков работы не приносят никаких плодов. Столкнувшись с мошенниками в сфере биткоинов, ему приходится распрощаться со всеми сбережениями. К тому же, любящая девушка внезапно оставляет его одного в трудную минуту. Обремененный тяжелыми мыслями, не справляющийся с давлением требовательного общества, неудачник прибегает к самоубийству. Но в его случае смерть так просто не получается. Оскорбленная его легкомысленным отношением к смерти, заявляется сама смерть, чтобы наказать юношу за такой проступок. Смерть заманивает его в свою смертоносную игру, откуда живым практически не выйти. Герою предстоит пережить свою смерть снова и снова в 13 других жизнях. Если Джей сможет найти способ пережить неминуемую смерть, наступающую каждый раз, ему удастся остановить череду реинкарнаций и прожить свою жизнь. Его первая жизнь была ужасна и провальна. А как насчет остальных? Сможет ли он осознать значение существования и найти верный путь для счастья и любви? Или ему придется и дальше испытывать все неудачи, пока не попадет в ад? Сейчас он в армии, но в скором времени, а точнее 22 февраля, с ним выйдет фильм «Раскопанная могила». Зло, которое находится далеко и скрыто от чужих глаз, не должно выбраться наружу. Но что, если кто-то все же осмелится разбудить эту страшную силу? Кто спасет людей от опасности? В такие моменты человек лишь мелкая пыль для того, кто могущественен и силен. Но всегда найдется тот, кто будет расхлебывать эту кашу и разбираться с проблемами, которые совершили в далеком прошлом. После серии паранормальных явлений, богатая семья, живущая в Лос-Анджелесе, решается наконец вызвать только-только распространившийся и набирающий популярность дуэт шаманов Хварима Бонгиль. Они хотят спасти своего новорожденного члена семьи. Семья уже давно замечает странные вещи, и это им не дает покоя. По прибытии Хварим начинает чувствовать, что темная тень из далекого предка завладела семьей. Этот процесс называется «Зов могилы». На это есть решение – раскопать и высвободить умершего. Но для этого нужны специальные люди. Чтобы эксгумировать могилу и освободить предка, Хварим обращается за помощью к первоклассному геомансеру Сандуку, который может исследовать подобно волшебнику, молиться подобно священнику или петь подобно барду, но он читает заклинания и к знакомому гробовщику Йонгыну. К своему большому ужасу все четверо находят могилу в укромном месте отдаленной деревни в Южной Корее. Даже не догадываясь о последствиях, эксгумация проводится. Но при этом высвобождается наружу злобная и могущественная сила, спрятанная под ней. Что теперь ждет наших героев? Какие секреты хранит их раскопка? Нашей четверке предстоит разобраться со своей находкой и спустись от надвигающей беды. Их жизни поставлены на карту. А мы увидим, какую смертельную игру таит в себе захороненное тело, и что случается, если потревожить давно забытое и спрятанное зло. Может не зря, поверх всего был захоронен предок. А на этом пока что все. Пишите в комментариях, какие дарамы с участием Лидухи у нас ваши самые любимые. Какие вам понравились, какие не понравились. Какие вы смотрели, какие не смотрели. Будете ли вы ждать и смотреть раскопанную могилу? Ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. А также пишите, чьи еще фильмографии хотели бы видеть на моем канале. С вами была Мисс Райт. Аньон!